доброе утро всем добрые зрители доброго канала с вами как всегда волонтер бездомных животных приют творит добро наталья хочу обратиться к вам мои добрые зрители моя такая уже большая дружная семья по поводу вчерашнего ролика от марианны базилевич марианна человек как я ранее вам говорила который помог нам и нашему приюту финансовая с забором марианна очень помогала очень много вкладывала в якутских собак в проект и поэтому когда я узнала ситуацию с тем что у марианны именно украли ее канал я предоставила марианне как бы выпустить ролик на своем канале и разоблачить мошенников и аферистов люди которые воруют это не люди люди которые воруют деньги у животных для меня это не люди это люди с гнилой душой поэтому я просто не могла остаться в стороне этой ситуации и люди должны знать правду потому что вы моя добрая большая семья отправляйте свои последние кровные копеечки в помощь им беззащитным ждущим нашей помощи животным и когда ты понимаешь что эти деньги просто отмываются недобросовестными людьми поэтому хочется кричать кричать и сказать люди остановитесь что вы делаете вы должны жить по чести по совести неужели вас не воспитывали родители мне мама в первом классе сказала что врать это плохо что все явное тайное когда-то становится явным я живу по этому принципу уже 45 лет и я очень честно с вами я всегда с вами искренно и это боль которая сейчас произошла на моем канале да она поймите сами что теперь все кураторские собаки волонтеров марианны все ее команды якутские собаки наш фили всеми полюбившийся наш шарик теперь все это ложится на наши плечи то есть теперь оплата передержка фили и шарика который составляет ежемесячно 22 тысячи это теперь придется оплачивать мне так как девочки лишились своего канала лишились монтирования роликов и все финансовые средства которые поступали от вас мои дорогие любимые теперь все жизнь кураторских собак она осталась она осталась непонятной до шарика и фили вы полюбили все и теперь я ежемесячно 5 числа буду выкладывать просьбу о помощи на оплату передержки шарика и фили мы не можем бросить этих собак но я не могу забрать их себе в приют вы знаете почему потому что у меня нет у меня нет приюте места для особенных собак для собак инвалидов это больно это горько но человеческие деяния не знают просто границ это бесчеловечно поступить с таким человеком это бесчеловечно люди не имеют ни души ни совести поэтому я хочу к вам обратиться ко всем к моей большой дружной семье что мы мы и дальше остаемся на своем канале вы дальше участвуете в жизни нашего приюта я всегда вам очень рада прошу свои прощения если кто-то что-то чего-то не понял кто не понял сегодня целый день звонили мне на ватсап я многим прояснила ситуацию что произошло на самом деле спасибо вам большое спасибо что вы переживаете за моих животных спасибо что вы переживаете за наших животных которых вы очень сильно полюбили ну и в данном ролике я немного расскажу о том что жизнь бурлит кипит сегодня в подслушно кинули пост по поводу того что в коллектор провалилась собачка я незамедлительно выехала мы подъехали одновременно с одним мальчиком на спасение данной собаки я полезла в колодец парень принес куртку веревку мы одели петлю на шею и спасибо ребятам что достали но конечно собака была в шоке но благополучно все разрешилось вся данная ситуация поэтому еще раз говорю что я не отказываю никому никогда ни в чем для меня животные это самое главное и их жизни зависит только от нас также сегодня целый день я провела практически с мишей ветеринарной клинике миша сегодня был кастрирован пока миша спал я делала ему груминг так как наш груминг человек который должен был нам делать груминг к сожалению приболела но мишу тоже ждут вы знаете в воронеже я решила почесать мишу сама два с половиной часа я сегодня вычислил только одну сторону это тяжелейший труд скажу вам честно а вот у миши все хорошо миша проснулся но на сутки я его оставила в клинике спасибо опять девочкам и все новости о кире я на звонке с николай николаевичем вчера мы ему послали диск клёпы спасибо диме а вот на почту теперь он будет накладывать на компьютере 3d проект который поможет нам сделать клёпушку и вернуть полноценной жизни но сейчас самое главное о кире я на связи с николаем спасибо вам лена кто еще писал про препарат монет мы его купили я заказала в аптеке объездив весь город я его заказала он нам прибыл в понедельник у кирочки самочувствие стабильно ну скажем все равно тяжелое у нее еще нарушена ориентация вчера мы обнаружили у ребенка на голове шишку и я понимаю теперь что это не автомобильная травма это удар человека это удар человека это сто процентов я уже с таким жизнью встречалась не человек они люди не люди который посмел посмел обидеть этому маленького ребенка я хочу сказать спасибо огромное наталья хамита мне она подключала своих девочек большое спасибо люди что откликнулась и распахнула дверь своей квартиры и на время лечения кирочку до взяла себе я езжу каждый вечер ребенка лечим капаем но николай мне конечно очень напрягает ее зрение мне кажется она не давидит потому что черепа мозговой травмы это может быть подключены все дорогие лекарства но николай нас ждет в клинике и нам надо ехать делать рентген головы консультацию нейропатолога и офтальмолога обязательно чтобы ребенок не остался слепым я обращаюсь как всегда к вам давайте поможем кирочки пройти комплексное обследование поможем нашему ребенку видеть видеть мир ходить и жить дальше вопреки всему и чтобы этот ребенок не знал что такое человеческая жестокость я все сделаю для того чтобы она перестала бояться людей и будем искать кирочки дом если может быть хоть кто-то кому-то запал судьба этого маленького ребенка я буду очень рада если вы если вы возьмете кирочку в семью она очень в этом нуждается с большим уважением к вам приют твори добро наталья еще раз говорю вы моя большая дружная семья и я ценю люблю вас и всегда с вами ваша наталья спасибо большое всем и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok